может свет включить еще да нет не надо не надо говори что хотел я хотел поинтересоваться по поводу питания давай так у нас все записывается выставляется в интернет ты не против нет не против давай говори я слушаю как вообще в городе жить и ценить вообще продукты питания вот я сейчас готовлю в данный момент я как раз готовлю которая крупная картошка мы ее там нуждающимся отдали а себе оставили по размеру ну примерно ноготь свой так вот по увеличению ногтя возьми чуть бывает чуть побольше где-то вот и все я его варю сначала в чашке руками так маленько поширкаю чтобы грязь главную сбит и кастрюлю полную почти набиваю и на плитку и сварил сварил сейчас слил воду воду опять перекрыл покрышкой чтобы грязь осела и у меня все пойдет в дело я не выливаю эту воду она темная там все это пойдет в пищу от организму необходимо и вот теперь когда я слил дал картошки рассыпал ее на противне на листике она маленько остыла теперь у меня самая тонкая кожура кожура только у меня нисколько картошки не пропадает и набирается больше пол корзины специально сделала толкушка деревянная начинаю толочь на пол положил газетку поставил кастрюлю и и все а воду которую слил сразу опять на плитку ставлю и туда ну пол кастрюли на воды чтобы было и стакан не стакан она как кружка у меня хлопья овсяные и туда же добавляю столько же примера рожки ну рожки как лапша только дудочками так сделано и почти до кипения бывает и туда воды добавляю и теперь начинаю разбавлять вот эту картошку который столок я половина так отгребаю туда в эту воду которая уже половина а остатки воды который той заливаю сюда вот теперь когда воду заливала эту овсянку то туда уже соли бросаю соли сколько есть теперь нас соли а когда уже по кастрюлю развернул уже на огонь не ставлю теперь масло растительное линул туда и сюда все на дня на четыре мне готова плюс кошек кормлю а в кастрюлю сколько входит я не знаю может литров пять а может и меньше все дешево прям совсем совсем дешево и живой я никогда не болею все у меня маленький был пять лет меня возили в город у меня живот болел желудок там или что-то неизвестно я был очень в этот момент немощный ну и вот так господь показал я стал над собой работать пятом классе очень много посчитал и почти ослеп и сразу стал не наклоняться писать ровно даже строчек не вижу и все мед конечно морковка там была и господь мне зрение вернул в армию служил пища должна быть самая простая хлеб да вода монашеская еда серафим саровский говорил и так понятно иные даже на пасху не разрешали себе растительного масла даже на пасху но это неправильно праздник великий и должна быть и пища соответственно тому но это не грех он делал я просто говорю как чтобы не было соблазна ну вот так такая пища да как я пойду сейчас у меня ревень растет кусты я два большие листа листья там больше ладони вот такие вот листья дальше тут у меня загорожено чтобы кошки не заходили чеснок перья растут я перья эти нарву на руку полную руку они быстро растут там у меня есть щавель я немножко сорву что-то а дуванчиков пощипаю приложу и лопух листья его молодые и теперь прихожу домой и ножом на деревянной доске быстро-быстро-быстро почакаю вот такое и вот таком виде беру руками как едят монголы и в рот ничего больше не делаю иногда бывает теплой водичкой полью чтобы не засыхало все на все это дальше то дальше понятно это вот я ежедневно утром вечером одно и то же но у меня чай я это вода называется чаем а там ничего нету я не государственная там была своя а своя это там что-то земляника допустим ягоды и мы скажем что ты так делаешь то ну там надо главное понять что я хочу быть здоровым и хочу дешево чтобы было и не болеть и вот я этот режим все время держу мясо вообще не появляется на что молоко привозят игорь барабаша наши за столом сидят и надо им взять контейнерок сметаны берут уже меня не угощают я не беру не надо у меня денег нет и задним столом задним столом они едят а у меня нету я не завидую и мне это не надо ну вот так вот когда вы на стройках там были какое питание было да то же самое только маленько по другому может там было на стройке работа я тяжелая работа меня старались к людям не допускать а отдельно давали идет лэп линии электропередач там пятьсот может тысяч киловатт и меня отдельно туда чтобы под опоры копать ямы ямы так покажут какой размер потом буду их там бетонировать я один работаю у меня с собой лопата лом если там кого какие-то булыжники попадаются у меня с собой кувалда есть а если мерзлая но мерзлая тем более надо рубить обычно мерзлоту начинаешь ходить и успеваю все это сделать благодаря щебога за все благодаря его я вопроса пищи у меня никогда не вставал я с детства приученных постам молитвы там я себя как помню там неполных четыре года было может быть три с половиной так вот что то есть то и ешь это ешь умеренно как научиться в городе ценить пищу а чему научиться как научиться мы можем не видим как она произрастает ничем магазин пришли и так небрежно чё захотели прохватаем а как она выращена какой труд был приложен ну что сказать надо благоразумие иметь в любом вопросе благоразумие святые выделили это качество а так дурака не научи хоть молиться лоб разобьет так другое просто настолько люди сейчас обольщены да вот этим вот доступности вот этой ну и что а вот брэр какая кризис какой-то они все в деревню воровать пойдут да они сами-то ничего не смогут добыть себе а вот спартанцы у них последний урок был ответил через забор его перекидывает иди год питать так у меня нет еще добывай разрешается воровать все делай но чтобы сохрани с мускулами пришел когда приходит он герой настоящий и теперь он все выдерживает один мог сотни выдержать а сейчас начали показывать и еще нету ну вот так у меня такой у меня такой у меня такой у меня такой у меня покажу своих ну ваше дело я еще вот одна какая но а кто ему уж это обрезал а это порода такая шотландская пушистая пушистая да я вижу вижу хороших я старого вот какой это кошечка нет у меня сейчас маленький у меня сидят сейчас там трое мышей ловят черные такие же да да а вы когда в деревне выезжайте ну завтра поедем мы на день деревни потом я возвращаюсь среди неделю буду тут заготавливать продукты там все и уже в субботу рано утром мы должны выехать если прежнем режиме все снимать будет также ну как всегда было и там крещение будет потом 7 июля люди люди приезжают как мы ничего не прибавляем людям очень нравится что у вас горит отдыхаешь душой от меня пишут вы говорите так как все есть бывает мне во вред от ко мне это нужды нету лагеря все абсолютно в лагерь как такового нету теперь это будут отдыхать в домах мы дома приобрели и они в домах люди будут а туда они не входят ну понятно ладно благодарю всего хорошего теперь только если чего там где-то в конце октября можете зайти хорошо бог дай вам сил да